всех приветствую на своем канале вот чем я занималась вчера когда уехала родня и почти весь день шел дождь и я собиралась пешочком прогуляться по круговой дороге за неимением велосипеда на данный момент я очень надеюсь что мои родственники все-таки достанут или старый свой велик и пожертвует его мне или хотя бы колесо от этого старого велика дадут либо шин на размер 24 с половиной все-таки уже не делают ну или предложили заменить колесо но я как-то прикинул по ценам это получается примерно так же как купить велосипед заново правда сейчас продают в основном китайская короче китайское испражнение вам так говорить в общем вот это я взяла с собой свой ноутбучик маленький сейчас я долго соображала на чтобы поставить фотоаппарат и не поверите вот вот такое чудо природы дедушка когда-то делал нам мебель такую сюда детскую кажется это все-таки был стульчик игрушек моей сестры там еще кучу всего было но вот он почему-то сохранился вот мой этот маленький ноутбуч на нем сейчас linux mint но не матэ и в отличие от классической матэ это кстати кажется роза 17 и 3 она несколько отличается там есть какие-то функции я еще не поняла правда надо будет сравнить может на виртуалке на компьютере или просто почитать уже дома в сети в интернете с этой связи в деревне точно вряд ли что-то можно почитать но и на нем соответственно нет никакой сети смысле и на это я сейчас топлю печку потому что у меня тут то было солнышко и плюс 12 градусов кстати деревне то самое место где плюс 12 градусов ты можешь выйти в халатике на полуголую тушку и тебе при этом не холодно городе такого как-то не случится потому что даже выходя на балкон плюс плюс 12 градусов уже кажется холодновато даже в одежде в общем получилось так что я взяла с собой внешку вот она тошиба ткань с такой специфической дыркой общая на ю юсб 03 кажется но у меня только мой мелкий asus звать его красавчик ему уже пять или шесть лет наверное в общем я его мая одиннадцатого года покупала наверно все таки пять лет и в общем только он с ней нормально живет и именно только эта система живет с этой внешкой очень хорошо обычно все равно где-то немножко подглючивала даже на linux mint маты и еще на чем не уйти уж я молчу вообще просим ату 8 ну и короче получилось так что у меня все время в городе нет времени заниматься этим за несколько лет у меня очень много барахла накопилось смысле сетевое но и тоже барахло и я разбиралась в этом терабайте добавить или к ну короче в 1000 гигабайт ну там был наверное 100 свободных 900 короче 900 чем-то гигабайт и всякого 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 барахла иногда дубляжного часть перекинула я тут каждую часть перекинула на этот на сам компьютер потому что система для меня и вообще она новая и внутри на компе было вообще ничего ну и вчера практически весь день избиралась а что-то по удаляло если так не тут все переехало и вы видите эту всю хренатень с моими названиями фотографии и прочей хрени короче сейчас я вот промотаю тут у меня в основе еще фильмы всякие которые еще скачивала некоторые из них сейчас может потик потрясло это я ноги в стол собачила скачивала еще во время учебы в 2006 2012 году в педе в ушинском на культурологии и просто что-то хотела когда посмотреть что-то скачивали мне потому что интернет у меня 2009 дома ну и что-то в общем все что накопилось что-то скачивала свои тетушки для уроков русского литературы потому что она преподаватель школе ну и вот у меня там освободилась на самом деле сейчас наверное скажу сколько так 375 и 4 гига свободных довольно в принципе много прилично а где-то одна треть освободилась а ну и почти подзабивку забила основными своими документами плюс еще несколько фильмов чисто скопировала то что дублируется еще на компе на основном который называется кстати слон на сам нетбук там где-то у меня есть 313 это на самом деле 320 на гигов просто 313 это она как и вообще выглядит на вне из не учета самой системы в общем где-то 70 гигов у меня только свободных осталось и может даже 69 уже чуть меньше там посмотрела поразбиралась в этом музыке частично дубляже убрала еще что-то в текстах даже не дошла но и еще один добрый человек закинул мне денежку на телефон сегодня когда я проснулась потому что у нас тут все дождь 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 я что-то первую ночь с роднём и как-то поздно легли рано встали весь день я пыталась боролась со сном потому что куча дел было и думала что кто-нибудь на грани теле родня позвонить в результате переборола настолько сон что уснула где-то около четырех но и проснулась окончательно не знаю может где-то в 12 обнаружил все денежку на телефоне подключила интернет на день все получится то даю до контакта а так я пока почитала только некоторые ваши комментарии которые там под на как то что у меня под загрузилась загрузилась у меня там 30 чем-то комментариев нам или про заход youtube даже речи нет потому что тут интернет лоббит буквально в трех частях дома шаг в сторону миллиметр телефон сдвинул и все сеть пропала есть еще в некоторых местах но так как сейчас дочь на улице то вряд ли у меня что-то получится получается их говорю на камеру идет просто изображение моего мелкого я потом попробую сама в камеру вылезти из изображен куда бы приделать этот фотик чтобы он еще стояла не упал но вообще я планирую наверное сегодня даже пусть под дождем дайди до тети вали потому что я и конверт покупала по ее просьбе но просто раз забыла его нести не видимо круговая дорога миссии не светит самое интересное был когда 12 градусов был такой солнышко так тепло сухой пошел дождичек такой типа грибной вроде такая тучка очень хотела чтобы тучку пронесло куда-нибудь кугличу но тучку видимо решила пронести прямо над моей деревней в результате я сейчас села топить печку печку топить по-моему там начата как-то ждать три этапа в общем часа два мне точно придется проторчать дома и когда я все-таки вылезу на улицу пусть даже в резиновых то наверное уже больше часа четыре дня потому что сейчас я записываю меня где-то на часах без 22 но это будет как отдельная говорилка этому видела запросы и еще что-то на приветы на приветы я уже запишу когда приеду выключить потому что не надо записаны частично дома так и соответственно не помню и два запроса откровенно говоря один лапка 90 поверт меня немножко такой я стала долго долго думать я постараюсь что не записать а второй я тоже думаю что но и сделаю как не потому что я в принципе дело гель для души своими лапками но мастер-класс конечно не записывал приеду если будет там время настроения то и главное свободная кухня то я конечно запишу ну и в общем что у нас тут да вот я вот мучила этот компьютер и вместо того чтобы мучить хирогану сейчас попробую показать вам приложение которая все таки первая единственная покупка на google плюс совершенная через киви полтора часа пыталась эти ее купить в общем вот это мой телефон он сейчас выглядит синенькие полосочки это мегафон который здесь падает роуминг билайн правда тоже падает роуминг но что-то ему в этот раз повезло что нет вырезала где животное в общем вот этот вот маленький желтый зайчик это вот как раз то платное приложение по которому я частично изучаю вот сейчас у меня тут вчера я мелкому показывал точнее позавчера хотя до вчера еще пока они не уехали как-то все выглядит нацу я ну тут говорит сверху я сначала не сразу конечно поняла чё к чему и где-то с месяц тормозила но если в принципе даже просто переписывать ручную чтобы понять как то изображается и мозгу отразилось это хирогана то вот допустим вот этот иероглиф красненький как он обозначить произносится на английском это звучание типа транскрипция в каких словах он встречается это слово кстати уже встречалась а уже потому что была буква у меня отцу вот это вот точнее иероглиф произношение отцу я подозреваю что когда-нибудь геи потом она перелистывается вот она здесь обозначается вот она и потом ну тут мимиксы ухо равно но почему-то не печатается но так поняла что то какие-то дополнительные уже там словечки ну если меня вдруг случайно увидит какой-нибудь японист я думаю он поправит меня в случае если что хотя я как-то не верю в такое совпадение ну в общем тут не и мелкому я объясняла даже вот просто ассоциации у нас когда мы с аленкой учились была подружка такая женька в компании как раз лгбт это к тому запросу лапки немножко отсыл и она объясняла как она поступала там в какой-то колледж или что-то такое сдавала экзамены и вот она грел вот ну ассоциации одно с другим слова и еще что то вот допустим вот это мне оно мне кажется похоже на козу мы так смотри-ка решили что похоже на козу произносится на мне ассоциация сразу но с этим иероглифом но это что она обозначает глаз туда-то мне нравится эта мышка летучая конечно когда не сильно так и она вот посередине слова этот иероглиф да и не очень так внимательно это все выслушиваешь и просматриваешь то ложишься ложишься конечно вот туча мышка и вот как она дальше выглядит я конечно сейчас буду ложатся потому что этот урок я конечно проходила уже но еще на бесплатном приложении на какой-то момент он сказала купи меня вот тут цвет и смысле вот здесь вот изображается картинка здесь она говорит и вот тут нажимаешь просто уже на что-то такое что соответствует вот этому выделенному иероглифу зайчик радуется я не специально может где-нибудь попаду мимо и тогда будет видно как зайчик не радуется ну и соответственно тут учитывается слева и справа вот эти вот цифры это сколько правильных ответов и тут она снова повторяется непонятной последовательности можно принципе потом уже что-то не заметил этот снова вопрос если на него 1 нажать то в общем выйдет то самое слово картинка сейчас я все-таки кнусь куда-нибудь специально чтобы показать как как зайчик выглядит и вот зайчик плачет я нажала не на тут не на то обозначение которое соответствует иероглифу ну и вот так она идет до конца потом будет или голубой бриллиантик если я все сто процентов прошла или красненький или зелененький какой уже точно не помню там еще кажется есть банана то если совсем 10 процентов что ли прошла от этого но я до конца доходить не будут такого приложения по нему где-то вот с мая изучала просто когда даже в деревне сидела или там где-нибудь дома просыпалась от нечего делать просто тыркалась сначала действительно наобум но она намного удобнее и интереснее чем допустим что у меня тут есть приложеньки сейчас я попробую найти его чем вот это вот дуалинга потому что она допустим идет от сети если нет сети то фиг вы чего поймете и там не всегда даже и эти самые вот допустим мы с машкой машками подсадила там был английский и немецкий если английский более-менее знаешь что даже хотя бы на разы какие-то то уже там удобно и понятно если немецкий нифига не знаешь что можешь тыркаться как слепая мышь потому что там вообще ничего ты пишут какое-то слово и ты должен уже понять что это а если ты никогда его не изучал в общем без перед какой-то дополнительной книжки по дуалинга вообще бесполезно что-то делать тем более с отсутствием интернета это специально искала и она мне очень нравится что допустим нет сети нет и на это нажал и немножко потренировался и можно возвращаться и повторять такая вот фигня вот у меня показывает кулиги я не знаю видно там телефон телефон фотоаппарате или нет но кулиги это совсем не кулиги в общем она очень редко определяет она мне тут правда калининград раз показывала там телефонная приложение к ну и что я тут уже 14 минут говорю у меня скоро закончится эта запись время записи и надо бы как-то показаться в кадре но я попробую показаться в кадре наверное другой раз месяц уже на проверять мою печку вот у меня ноутбук уснул чем до скорых встреч я с вами не прощаюсь